У меня такая достаточно общего характера лекция. Она посвящена введению в секвенирование нового поколения, рассказу о его физико-химических принципах, о технических возможностях и о тех задачах, которые эти методы позволяют решать. Прежде чем приступать, собственно, к лекции, хочется дать определение некоторым терминам, которые я буду здесь достаточно часто употреблять. Я и в дальнейшем другие лекторы уже без каких-либо пояснений, чтобы вы это представляли себе, если пока еще не знаете. Первое – это референсный геном. Это последовательность генома, представляющая полный геном какого-либо организма, собранная и проаннотированная, то есть в ней размечены кодирующие, не кодирующие участки и какие-то другие функциональные компартменты генома, с какой-то точностью, скажем так, с той, до которой это было сделано. Существует очень разного качества референсной сборки. Это могут быть целиком последовательности хромосома, полностью собранные, разобранные буквально до нуклеотиды, или это может быть просто набор отдельных сколько-нибудь протяженных последовательностей. Но в любом случае все это будет называться референсным геномом. К настоящему времени референсные геномы доступны для, во-первых, модельных объектов биологии, таких как дрозофила, аробидопсис, цинраблитис элеганс, эшерихия колия, многие другие. Для экономически важных объектов это, во-первых, прежде всего человек, также многие сельскохозяйственные животные и растения. Ну и сейчас постепенно начинает накапливаться информация по... Да, безусловно, и слайды, и запись, насколько я понимаю, тоже. Вот. И если у вас для какого-то вида существует такой референсный геном, то дальнейшее определение последовательности геномов особей того же вида будет называться ресеквенированием. Вот секвенирование генома вида, для которого уже существует референс. И в противоположности ему секвенирование денова. Это секвенирование генома вида, для которого нету референс, для которого, собственно, вы получаете геномную информацию впервые. Такое ключевое понятие NGS — это библиотека, это совокупность фрагментов ДНК, которые, собственно, вам надо проанализировать, вашего образца. Они фланкированы, то есть с двух сторон у них содержатся некие технические последовательности, которые имеют разный состав в зависимости от используемой технологии, и которые обеспечивают правильное связывание этих фрагментов с носителем, отжиг праймеров и там некоторые другие детали, уже процедуры секвенирования. Чтение, или называют ещё на английский манер ридом, это последовательность ДНК, соответствующая одному фрагменту библиотеки, такая вот единица секвенирования. Покрытие, или ещё называют глубина секвенирования, это число прочтений, перекрывающих тот или иной нуклеотид. Достаточно понятно, что никакой из методов не даёт стопроцентной точности, поэтому для надёжного прочтения какого-либо участка необходимо, чтобы он был охарактеризован не единичным прочтением, а несколькими. Минимально, в зависимости от используемой технологии, опять-таки это 30-50 раз. Вот в таком случае говорят о покрытии 30х или 50х. И сборка — это процесс восстановления непрерывной последовательности из коротких чтений, коротких ридов. Путём, ну, как именно это делается, вам расскажут в дальнейших лекциях, но пока что так можно грубо себе представить, что у нас есть много-много коротких фрагментов, перекрывающихся, и мы с помощью определённых компьютерных программ ищем между ними перекрывание, эти перекрывающиеся фрагменты со стеколом, и так дальше наращиваем в длину эту последовательность, пока не восстановим полностью участок генома или транскрипта. Теперь немного хронологии и истории технологии секвенирования нового поколения, хотя это заглавие моей лекции, но надо признать, что в настоящий момент это смотрится уже некоторым анахронизмом, потому что они появились в 2005 году, была первая публикация, сейчас у нас уже 2015, так что не такие уж они новые, они уже, можно сказать, нынешние, а более точно хронологически, это второе поколение, при этом первое поколение секвенирования это методы секвенирования по Максаму Гилберту и по Сенгеру, которые возникли ещё в 70-х годах XX века, за них авторы, разработчики их получили Нобелевскую премию, но секвенирование по Максаму Гилберту практически не используется в настоящее время, а секвенирование по Сенгеру используется и по сей день и является золотым стандартом в плане точности и в плане длины прочтения все следующие технологии сравнивают именно с ним. Эти с помощью Сенгеровской технологии были получены референсные геномы многих модельных объектов, как я уже упоминала, дрозофилы, арабидопсис, риса, шерихи и коли, ну и как бы венец развития этих технологий это определение полной последовательности генома человека в начале 2000-х годов нашего века. Энтузиазм, который вызвала эта работа по характеристике генома человека среди исследователей, среди инвесторов, был настолько велик, что в секвенирование стали вкладывать достаточно большие деньги в дальнейшее развитие производительности секвенаторов. И уже в 2005 году появилась первая из технологий секвенирования второго поколения, которая называется 454, я о ней расскажу чуть попозже. И дальше с небольшим промежутком появились следующие. Несмотря на такое разнообразие технологических решений, вы видите здесь несколько приборов, их на самом деле еще больше, у них есть у всех определенные общие черты, общая схема работы, которая заключается в том, что мы изучаем ДНК, ну или это может быть РНК, дробим, прикрепляем к ней специальные фрагменты, адаптеры, дальше амплифицируем, вот это важный момент, амплифицируем с помощью ПЦР. Кстати, вот интересно, все знают, что такое ПЦР? Хорошо, амплифицируют с помощью ПЦР, потому что методы детекции, которые используются в этих приборах, не способны обнаружить, не способны детектировать сигнал от единичной молекулы, поэтому нужно тем или иным способом провести усиление этого сигнала, и вот оно делается здесь с помощью ПЦР. И дальше в ходе достройки цепи ДНК комплементарно изучаемому фрагменту происходит испускание некого сигнала, который для разных технологий разный, это может быть световой, или это может быть изменение PH, этот сигнал тем или иным способом регистрируется, и происходит много циклов такого испускания сигнала и детекции, дальше информация со всех этих циклов объединяется, и происходит восстановление последовательности, как более подробно расскажу позже. Эти технологии получили огромное развитие, сейчас вот 80, особенно что касается иллюмина, 80% всех последовательностей, которые вы можете найти в генбанке, полученные с помощью NGS, но несмотря на это они не свободны от некоторых недостатков, к основным из которых относится использование ПЦР. ПЦР, несмотря на то, что это такая методика, которая открывает очень много возможностей, она не свободна от артефактов. Это, во-первых, ошибки, естественно, ДНК полимераза делает ошибки с определенной частотой, и там, несмотря на все многочисленные попытки улучшить ее точность, ошибки все равно остаются. Во-вторых, фрагменты с разным нуклеотидным составом амплифицируются с разной эффективностью. Так, последовательности, которые очень сильно ГЦ богатые или, наоборот, очень сильно АТ богатые, они амплифицируются гораздо хуже. И в итоге можно представить себе ситуацию, что у вас в исходном образце два фрагмента генома находились в одинаковом соотношении, и того, и другого был один кусок. Но из-за разного нуклеотидного состава тот из них, который, скажем, более ГЦ богатый, он амплифицировался хуже, и потом в результатах секвенирования вы будете видеть его с существенно меньшей частотой, что, конечно, ведет, в том числе иногда и к неправильным выводам. Поэтому все ученые мечтали о секвенировании единичных молекул, и сейчас это направление, сейчас их мечты уже начинают понемногу осуществляться, это так называемое секвенирование третьего поколения прибора, которые реализуют эти принципы, способны обнаруживать сигнал, исходящий от единичной молекулы ДНК. Про них я тоже немножко расскажу, хотя они пока еще не получили достаточного распространения. Прежде чем переходить к новому поколению, стоит вспомнить секвенирование по Сенгеру. Не знаю, кстати, как. Может быть, кто-то уже знает принцип? Меньше половины, я так понимаю. Давайте тогда остановимся на этом. Значит, здесь на всякий случай, если кто не помнит, показана цепь ДНК. Секвенирование по Сенгеру основано на процессе, который происходит и естественным образом в живой клетке при репликации ДНК. на достройке комплементарной цепи ДНК путем присоединения к 3-штрих-концу нуклеотид-трифосфатов. Вот здесь приведена общая формула. Понятно, что их 4 разновидности. Комплементарность тоже все, наверное, помнят. Помимо таких вот типичных нуклеотид-трифосфатов, ДНК полимераза способна также присоединять к растущей цепи ДНК такие вот немного модифицированные нуклеотид-трифосфаты, которые в этом положении вместо вашей группы содержат водород. И если такой нуклеотид присоединится, то дальнейшая достройка цепи будет невозможна. Произойдет то, что называется терминацией. Вот это научились использовать для определения последовательности. Значит, как это делается? Сейчас попробую это рассказать, а если будет непонятно, то изобразить. Исходным субстратом для такого секвенирования является какой-то фрагмент ДНК, изучаемый. Это, как правило, ПЦР-продукт, соответствующий конкретному участку какого-то гена. Он добавляется в реакционную смесь, которая содержит ДНК полимеразу, нуклеотид-трифосфаты, праймер, то есть синтетическая затравка, комплементарная к самоизучаемому фрагменту. И дальше эта смесь разделяется на 4 пробирки, в каждую из которых добавляется свой терминирующий нуклеотид-трифосфат. Ди-дизокси А, Т, Г и С. И дальше проводится реакция секвенирования, которая по сути похожа на ПЦР, только она делается с одним праймером. И поэтому там происходит не экспоненциальное, а линейное увеличение числа молекул. И, естественно, в ходе такой реакции при достройке цепи в неё включаются как нормальные ДНТП, так могут включиться и вот такие терминированные, и тогда на этом месте синтез цепи прерывается. И значит, в каждой из таких 4 пробирок накапливаются продукты. Да, это происходит случайным образом. То есть если в изучаемой последовательности у нас стоит, скажем, С, то ДНК полимераза может на этом месте включить нормальный гуанин, а может такой вот дидизокси. А поскольку у нас исходная матрица это не одна молекула, а много-много-много идентичных молекул, то будет происходить в какой-то из копий этих молекул будет включаться нормальный гуанин, будет происходить дальнейший рост цепи, а в какой-то будет происходить терминация. То есть в каждой из пробирок будут накапливаться продукты, терминированные по одному из нуклеотидов. И дальше эти продукты подвергают электрофорезу в полиакриламидном геле, подбирая условия таким образом, чтобы можно было различить по длине продукты длиной N-нуклеотидов и N-1, то есть с таким вот высоким разрешением однонуклеотидом. Да, забыл сказать, что дидизокси-нуклеотиды здесь использовали радиоактивно-меньшенные. И, собственно, это даёт возможность детектировать потом такие терминированные фрагменты. И смотрят, скажем, в позиции 1 мы видим сигнал в той линии, в линии соответствующей пробирки с добавленным дидизокси-Т. Значит, в цепь включился тимин, значит, соответственно, в комплементарной цепи был аденин в первой позиции. Во второй мы видим сигнал в той пробирке, куда был добавлен дидизокси-Г. Значит, там был комплементарный цитозин. Здесь А, значит, был тимин. И так дальше читаем последовательности. В самом начале этого метода никакой автоматизации не было, просто были такие огромные гели, которые вдвоём люди сидели и читали. Дальнейшее развитие привело к автоматизации. Это, во-первых. А, во-вторых, к смене способа детекции. Значит, стали использовать дидизокси, вот эти терминирующие нуклеотиды, не радиоактивно мечены, а флуоресцентно мечены, что дало возможность уже не ставить такие четыре отдельных реакции, а в одну пробирку их добавлять и потом смотреть, какой длиной волны получается световой сигнал, благодаря этому отличать их один от другого. И электрофорез стали проводить уже не на таких больших гелях, а в тонких капиллярах, заполненных тем же материалом, полиакриламидом. И всё это делалось тоже уже не вручную, а в таких вот машинах капиллярных секвенаторах, которые в зависимости от модели прибора позволяли проводить электрофорез от одного однокапиллярной до 96 независимых образцов. Длина прочтения, которую можно было достичь при использовании таких приборов, до 900 нуклеотидов. И время их работы в среднем где-то 40 минут, порядка часа. То есть если прибор непрерывно работает на 96 образцов, то можете получить за сутки где-то около 200 тысяч нуклеотидов, что, конечно, хорошо, но не очень много. А вот, да, ну вот это вот общая схема работы NGS-ных методов, которую, в принципе, я уже изложила в самом начале. Кратко, приготовление библиотек, которое состоит прежде всего в прикреплении к ним адаптеров, амплификация, синтез, параллельно с которым происходит регистрация сигнала. Это повторяется, определенное количество циклов в зависимости от выбранной длины чтения и перевод этих сигналов в последовательность. Теперь уже более конкретно про каждую из технологий. Первая технология называется 454, она старейшая, возникла, ну, скажем так, статья по ней опубликована в 2005 году, разработана Джонатаном Ротбергом. Первая стадия, как я уже упомянула, общая для всех ДНК фрагментируется. Может это происходить либо с помощью ультразвука, либо с помощью специальных ферментов, но не рестриктаз, как можно было бы подумать, потому что у них есть специфичность к определенным сайтам, а там специально подобранная смесь нуклеаз, потому что тут важно получить равномерное распределение и независимое от последовательности, либо механически можно эту ДНК дробить, неважно. Подробили, прикрепляем адаптеры. Дальше ДНК добавляется к таким микрошарам, которые покрыты олигонуклеотидами, комплементарными вот этим вот последовательностям, концам адаптеров. Естественно, за счет комплементарности фрагмент ДНК на них закрепляется. При этом концентрацию стараются подобрать таким образом, чтобы на каждый шарик приходилась бы одна молекула ДНК, один фрагмент. Естественно, это очень трудно, поэтому на самом деле в реальности большая часть таких шариков остаются пустыми, потому что если какая-то часть останется пустыми, это не страшно. А вот если к одному шарику прикрепятся два фрагмента, это будет плохо, будет смешанный сигнал. Значит, ДНК прикрепляется к шарику, потом шарики, закрепленные на них ДНК, смешивают с эмульсией, которая содержит стандартные компоненты для проведения ПЦР. Это ДНК полимераза и нуклеотид-трифосфаты, обычные совершенно, и проводят ПЦР. При этом каждая из таких капель, содержащих шар, она соответствует одной реакции ПЦР. В ней происходят реакции независимо от других таких шаров, они там где-то отдельно плавают, но в каждом из них формируется вот такая вот структура, представляющая собой шар с закрепленными на ней фрагментами ДНК, которые идентичны исходному фрагменту. Вот, собственно, так здесь происходит амплификация в ходе процесса, который называется эмульсионная ПЦР. Эта эмульсионная ПЦР вообще широко очень используется в НЖС, в двух других технологиях, про которые я сейчас расскажу, тоже она будет. Да. Честно говоря, не знаю. Дальше шарики распределяют по носителю десеквенирования, который представляет собой плашку с большим количеством лунок. Такие вот маленькие лунки около 100 нанометров. Тоже опять-таки стараются подбирать соотношения таким образом, чтобы в каждую лунку попал бы только один шарик, но при этом какие-то могут оставаться пустыми. И ещё в лунки помещают другие, более мелкие микрочастицы, на которых закреплены два фермента – АТФ-суфурелаза и люцифераза, которые понадобятся, как вы увидите, потом для генерации сигнала, происходящего при сегвенировании. После этого плашку загружают в прибор, в секвенатор. И через ней… Да, ещё забыла сказать, на этой стадии тоже проводят отжиг праймера для сегвенирования. А праймер прикрепляется вот сюда, к концам фрагмента, он комплементарен к концам адаптера. Дальше плашку помещают в прибор и пропускают через неё реактивы, которые представляют собой нуклеотид-трифосфаты, но здесь добавляется за один шаг работы прибора только один тип нуклеотид-трифосфатов по очереди. Реагенты – это нуклеотид-трифосфаты, каждый за один раз люциферин и аденозинфосфосульфат. И что происходит? ДНК-полимераза, естественно. И что происходит? ДНК-полимераза достраивает праймер в тех фрагментах, в которых есть нуклеотид комплементарный, вот тому, который в данный момент проводится через ячейку. При этом выделяется пирофосфат, и сульфурилаза из аденозинфосфосульфата и пирофосфата делает АТФ. А АТФ используется люциферазой для окисления люциферина, в результате чего выделяется свет. Кстати сказать, не знаю, может быть, слышали, что именно эта реакция обеспечивает свечение светлячков. Так что вот можно себе представить плашку 454 как такой миллион маленьких-маленьких светлячков. И этот световой сигнал регистрируется фотокамерой, которая тоже находится в приборе. Соответственно, грубо говоря, и проводится съемка. То есть вы делаете фотографию вот этой плашки, и вы видите, скажем, в этой и в этой лунке видите вспышку света. И вы знаете, что вы сейчас пропускали нуклеотид, скажем, аденин. И тогда уже вы можете сказать точно, что в тех лунках, в которых вы видите свечение, значит, в секвенируемом фрагменте был тимин. Дальше все это смываете и пропускаете следующий нуклеотид. Снова проходит те же реакции, регистрируется сигнал. Уже в других лунках возникает свечение. Прибор это все фотографирует, записывает и дальше объединяет эту информацию, уже устанавливая из нее последовательность. Значит, какие тут есть проблемы? Проблема с гомополимерными участками. Гомополимерные участки — это такие участки, в которых подряд много одинаковых нуклеотидов. Такое очень часто бывает, особенно в некодирующих участках. В этом случае, когда пропускается какой-то нуклеотид, скажем, в этом фрагменте у нас 3а подряд, пропускаем через ячейку тимин, присоединяется сразу 3 тимина, потому что никаких терминаторов на них нет, они просто присоединяются, выделяется, синтезируются 3 молекулы АТФ, световой сигнал, который при этом испускается, он, естественно, в 3 раза выше, и прибор, в принципе, это регистрирует. Но проблема в том, что... И вы можете понять, что здесь не один нуклеотид, а 3. Но проблема в том, что если, скажем, 3 от 1 или от 2 еще достаточно легко отличить, а вот если тут 10 подряд одинаковых, то различие между 9 и 10 совсем небольшое, на 10%, и точности детекции уже не хватает на то, чтобы по изменению интенсивности светового сигнала можно было точно сказать, что это 9 или 10. Поэтому на таких участках этот тип секвенирования очень сильно сбоит. Причем даже не только 9 и 10, а где-то начиная с 4-5 нуклеотидов уже вы хорошей точности не получите. Есть у него ряд других недостатков. Это прежде всего, конечно, низкая производительность. Есть два прибора, которые основаны на этом принципе. Это, во-первых, такой большой полногеномный GSFLX, который дает 1 миллион чтений. Число чтений ограничивается размером плашки числом лунок в ней. То есть по этой технологии этот параметр особенно сильно наращивать не получится. Предельное число миллион. И более маленький прибор GSJr, который дает 100 тысяч прочтений с существенно меньшей длиной чтения. Реагенты для этих приборов достаточно дороги. Вот здесь примерная цена за запуск и цена за... Значит, M означает миллионы, а вот MB или GB означает не мегабайты и гигабайты, а мегабазы и гигабазы. То есть миллионы нуклеотидных оснований и миллиарды, соответственно. Такая вот у нас будет размерность. Значит, достаточно дорого, особенно по сравнению с другими технологиями, как вы дальше увидите. Поэтому, несмотря на преимущества, которые состоят в большой длине прочтений, сравнимы с Энгеровским, и коротком времени работы, и сравнительно малой чувствительностью к ГЦ-составу, эта технология в настоящий момент не развивается и не поддерживается. Но, как вы увидите дальше, как сказать, 454 умер, но память о нем жива. Разработчик этого метода, Джонатан Ротберг, не унывал, а придумал еще одну технологию секвенирования. Предыдущую он продал одной крупной биотехнологической компании, вот следующую он продал другой крупной биотехнологической компании. Она сейчас как раз в настоящее время бурно развивается. Это полупроводниковое секвенирование, самый новый из ЭДЖС-технологий второго поколения. Принцип там абсолютно сходный с 454 секвенированием. Та же самая пробподготовка, тоже дробление, шарики, эмульсионное ПЦР, но регистрируется не изменение света, а изменение ПАЖ. Почему происходит изменение ПАЖ? Понятно, при создании фосфодиэфирной связи, при присоединении очередного нуклеотида отщепляется ион водорода. Соответственно, ПАЖ снижается. Выясняется, что это изменение можно детектировать гораздо более точно, чем изменение светового сигнала. И еще один плюс этой технологии, что тут не используется вообще никаких оптических систем, которые достаточно сложные и дороги, и не используется никаких модифицированных нуклеотидов или каких-то дополнительных субстратов. То есть только ДНК полимераза и нуклеотиды ровно в таком виде, в каком они встречаются в природе. Поэтому это такая система достаточно проста и стабильно работающая. Есть такой коллега Леонид Мороз, который занимается морской биологией, изучением геномов разных морских организмов. И он искал секвенатор, который можно было бы установить прямо на корабле, чтобы плаваешь по морям, вылавливаешь каких-нибудь животных прямо там на корабле из них ДНК выделяешь. Это как раз несложно. И прямо там же ее секвенируешь. Он опробовал разные варианты и вот как раз пришел к выводу, что именно EonTorrent ему подходит. Потому что для остальных технологий, которые основаны на оптике, на съемке, там очень важно, чтобы не было никакой тряски, никакой вибрации, потому что это сразу все сбивает. А этот прибор к тряске нечувствительный, он говорит, даже лучше все, лучше перемешивается. Так что такой вот интересный пример применения. Ну, а в остальном параметры достаточно скромные. Число прочтений в варианте маленького прибора где-то 5 миллионов, в большом 60-80, что тоже не очень много, как вы увидите. Но достаточно низкая цена запуска и очень короткое время работы, поэтому эту технологию считают перспективной для всяких применений, связанных с медициной, там с экспресс-диагностикой, где точность существенна. Но тоже как наследник технологии 4.5.4 обладает тем же недостатком, это невысокая точность прочтения гомополимерных участков, потому что, хотя изменения по H можно более точно измерить, но все-таки не настолько хорошо. Тоже где-то начиная с 5-6 нуклеотидов уже проблемы с точностью, которые вызывают дальнейшие проблемы при интерпретации данных, при биоинформатическом анализе, о чем, наверное, коллеги вам в дальнейших лекциях скажут. Следующая технология тоже, ну такая она достаточно экзотическая в плане именно секвенирования. Промподготовка у нее практически такая же, как у двух предыдущих. Тоже это дробление ДНК, лигирование адаптеров, адаптеры другие по составу, но по сути все то же самое. Тоже эмульсионный ПЦР. Затем шарики наносятся, ну там уже не отдельные лунки, а такая ячейка, как бы шарики закрепляются на ее поверхности плоской. И дальнейшее достраивание цепи ДНК происходит не путем присоединения единичных нуклеотидов, как мы видели в предыдущих технологиях, а путем легирования коротких таких олигонуклеотидных фрагментов, которые, их много разновидностей, и каждый из них мечен своим флуорофором. Они присоединяются, у них первые два нуклеотида имеют некий фиксированный состав, который соотносится с использованием флорофором. И еще три нуклеотида имеют случайную последовательность, неопределенную. Те из них, которые отжигается праймер, дальше те из таких олигонуклеотидов, которые комплементарны следующим двум буквам, они присоединяются, и с помощью легаза связываются с праймером. Дальше участок, содержащий флуорофор, отщепляется, и присоединяется следующий такой олигонуклеотид. Через... Здесь отщепляется не все, а вот только последние три нуклеотида и флуорофор. И затем достраивается следующий. То есть у вас как бы получается, что вы прочитали два нуклеотида, потом три у вас некомплементарные, они имеют какой-то неопределенный состав, который вам неизвестен и не важен. Потом два снова с фиксированным составом, три снова с неизвестным, дальше это все несколько раз повторяется. Снова два известных, три неизвестных. Потом эта достроенная цепь полностью удаляется и отжигается новый праймер, который имеет тот же сайт посадки, плюс одна буква. То есть как бы вот новая цепь синтезируется, начиная с N плюс первой позиции. И таким образом получается, что у вас каждый нуклеотид прочтен дважды. Он перекрывается вот двумя такими олигонуклеотидными фрагментами. И в принципе это должно обеспечивать более высокую точность прочтения, но тут есть некие нюансы. В большинстве случаев это действительно так, но есть контекстоспецифичные ошибки, которые приводят к тому, что у вас вот при первом таком цикле про чтение показывается одна буква, при следующем другая. И у вас уже нету способов решить, какая из них правильная. Что является, конечно, существенным ограничением применения этой технологии. И так же, как и некоторые другие вещи, в частности, это короткая длина прочтения, это либо 60 нуклеотидов с каждого конца фрагмента, либо можно с одного 75, и с другого еще 35. Число прочтений достаточно большое, более полутора миллиардов. Производительность тоже высокая, но и время работы достаточно долгое. И такая проблема, которая, наверное, особенно существенна для тех, кто собирается заниматься обработкой данных, что эти приборы записывают данные в таком экзотическом формате, для которого очень мало доступного свободно распространяемого программного обеспечения. Поэтому работа с ним фактически, работа с такими данными фактически ограничена софтом, который поставляется вместе с секвенатором, что не всегда удобно. Так что эта технология тоже в ближайшее время, в последнее время уже не развивается. А теперь технология, которая завоевала 80% рынка, она имеет страшное название, которое у нас тут срезано. Так что я его озвучу. Секвенирование путем, да, есть даже еще более длинное секвенирование путем синтеза с использованием обратимо-терминированных нуклеотид-трифосфатов, а в просторечии просто илюмина. Значит, первые стадии работы по этой технологии, те же самые, что и в остальных, тоже ДНК фрагментируется, лигируется к фрагментам адаптера, а дальше такая ДНК-библиотека пропускается через носитель, который в случае этой технологии представляет собой вот такую стеклянную ячейку, похожую на предметное стекло, ну и если присмотреться, потом можете после лекции посмотреть, в ней есть такие каналы, 8 каналов в данном случае, которые покрыты олигонуклеотидами, комплементарными концам адаптеров. Поэтому, значит, когда ДНК через нее пропускают, фрагменты на ней закрепляются. И дальше в специальном вспомогательном приборе через нее проводят реагенты, которые нужны для синтеза ДНК, то есть ДНТП и ДНК-полимеразу. И вот этот олигонуклеотид ячейки используется в качестве затравки, достраивается вторая цепь, образуются такие вот структуры, похожие на мостики. Дальше, почему мостики? Потому что фрагмент вторым концом тоже прикрепляется к ячейке, там тоже содержится комплементарная последовательность. Значит, потом пропускают еще один раствор, который вызывает дентурацию двухцепочных фрагментов, цепи расходятся. Дальше снова вот эта вот стадия, снова достройка цепи. Эти стадии повторяются необходимое количество раз, в зависимости от настройки прибора, там 30-35 раз. Процесс, собственно, похожий на ПЦР, но только вот на такой вот твердой фазе. Называется bridge-PCR, такой вот мостиковый ПЦР в форме вот этих структур. Результатом такой амплификации является то, что после нее на ячейке вокруг каждого из фрагментов образуется группа полностью идентичных ему фрагментов, где-то около тысячи. Эта группа называется кластером, ну а вот сам процесс еще называет генерацией кластеров. Зачем это нужно? Для того, чтобы усилить, опять-таки усилить сигнал, потому что сигналу от единичной молекулы недостаточно для того, чтобы он мог быть надежно детектирован. После генерации кластеров ячейка перемещается уже в собственный секвенатор, через нее пропускают реактивы для секвенирования. Это флуоресцент намеченный нуклеотид-трифосфата и ДНК-полимераза. Здесь, в отличие от того, что мы видели в некоторых других технологиях, каждый из типов нуклеотид-трифосфатов имеет свою флуоресцентную метку, но здесь вот приведена общая формула. Флюор — это может быть разная группа в зависимости от того, что это за нуклеотид. Поэтому можно сразу все четыре типа нуклеотидов за один цикл работы прибора добавлять. И помимо флуоресцентной метки каждый из таких нуклеотидов содержит вот в этом положении, которое, естественно, ключевое для присоединения следующего нуклеотида, не OH-группу, а ON-2-группу. Поэтому присоединение происходить не может, пока здесь не восстановится нормальная структура OH-группы, что тоже в ходе секвенирования будет проводиться. Значит, пропускают такие флуоресценты, меченые ДНТП, они присоединяются к соответствующим фрагментам по принципу комплементарности. Дальше на ячейку светят лазером и проводят съемку в четырех каналах, соответствующих флуорофорам для четырех разных нуклеотидов. Здесь вот приведен пример. Маленький кусочек изображения, которое при этом получается. Вот эти яркие точки соответствуют кластерам. Это, скажем, канал Тимина. И эти яркие точки соответствуют кластерам, в которых произошло присоединение Тимина. Соответственно, про них мы можем сказать, что в секвенированном фрагменте в комплементарной цепи там был Адынин. Прибор запоминает координаты каждого из таких точек, каждого из таких кластеров записывает их. И при дальнейшем повторении процесса становится возможным восстановить последовательность для каждого отдельного кластера. Вот это вот то, что было на ячейке кластером, то в результатах секвенирование будет одним прочтением и соответствует одному фрагменту ДНК. После съемки через ячейку пропускают реактивы, которые отщепляют флорофор и отщепляют терминатор. И делают возможным дальнейшее присоединение второго нуклеотида и так дальше третьего до 300 раз. Столько, сколько нужно. Некоторые дополнительные процедуры позволяют, которые не на всех типах реагентов доступны, но в целом доступны, позволяют проводить прочтение со второго конца фрагмента. То есть, скажем, вы прочли 300 нуклеотидов с одного конца, а еще 300 с другого. Это позволяет сильно увеличить суммарную длину и как следствие улучшить и глубину покрытия, и точность картирования. В принципе, любые биоинформатические процедуры от этого улучшаются. Здесь показаны возможности приборов. Есть два основных прибора, называются HiSec и MySec. Ну, HiSec существует в двух модификациях, но это неважно. Главное, что HiSec — это высокая производительность, но маленькая длина чтения и очень высокая цена за запуск. А MySec — это такое то, что называется персональный секвенатор. Это вообще очень популярная концепция в NGS. Сначала разрабатывается большой прибор, который стоит там, условно говоря, миллион долларов и который могут позволить только какие-то крупные университеты или клиники, или геномные центры. А потом, когда уже все, кто могли себе позволить большой прибор, уже его купили, чтобы завоевать следующую часть рынка, делается такая миниатюризированная версия, которая обладает меньшей производительностью и подходит, но и существенно меньшей ценой, подходит для каких-то отдельных лабораторий, у которых менее масштабные задачи. В случае Illumina — это MySec. Он обладает, как вы видите, на порядке меньшей производительностью, но позволяет прочитывать более длинные фрагменты, что тоже может быть для многих задач существенным. Ну, еще Illumina выпустила два новых прибора. Во-первых, это NextSec, который можно себе представить как нечто среднее между этим и этим. Какой-то промежуточный вариант. И HiSec X10 — это страшная вещь. Это на самом деле не отдельный прибор, а комплекс из 10 HiSecов. Способен определять последовательности 18 тысяч геномов человека в год. Solix — это фирма, которая потом продалась Illumina. В общем, это старое название Illumina, можно сказать. Есть ряд преимуществ существенных у Illumina. Прежде всего, точность. Такая вот частота ошибок, где-то 0,1%. По более оптимистичным прикидкам 0,5% поменее. Тут нет никаких проблем с гомополимерными участками, потому что нуклеотиды терминированы. И нет возможности присоединения за один раз несколько. Достаточно универсально, благодаря тому, что есть разные приборы с большой производительностью, маленькой длиной чтения. И наоборот, очень широко распространено, поэтому большинство программного обеспечения именно под эту технологию заточено. Ну и в расчёте на нуклеотид цена наименьшая. Но есть и недостатки. Цена реагентов всё-таки высокая. Достаточно долго работают эти приборы. Ну и вот точность в ГЦ богатых участках сильно страдает. И есть проблемы с секвенированием матриц с низкой сложностью. Что такое матрица с низкой сложностью? Я не знаю, если кто-то представляет. Я на всякий случай ещё раз скажу. Это когда в вашем анализируемом фрагменте есть существенная неравномерность нуклеотидного состава. Скажем, в какой-то одной позиции у вас 95% всех нуклеотидов – это аденин. И оставшиеся 5, там какие-то любые 3 других. И в каждой позиции существует такой сильный перекос в сторону какого-то одного нуклеотида. Чем это плохо? Вот посмотрите на эту картинку. Эта картинка была сделана для ДНК с нормальным распределением нуклеотидов, где в среднем 25% каждого из типов нуклеотидов. То есть вот здесь вы видите картинку для тимина. И у нас 25% всех кластеров светится. Теперь представьте себе, если это будет не 25%, а 95%, они просто будут сливаться. И прибору будет сложно различить границы каждого отдельного кластера, что, естественно, вызовет существенное снижение качества прочтения. Ну, с этим можно бороться прежде всего раз. Ну, либо разбавлять такие библиотеки какими-то другими, с другим соотношением нуклеотидов, либо просто делать более разреженные кластеры. Ну и также усовершенствование программного обеспечения тоже это в какой-то степени решает. Ну, как бы ни была прекрасна иллюмина, всегда хочется чего-то лучшего и большего. И в данном случае, если говорить о секвенировании, это секвенирование единичных молекул. Я про них уже немножко упомянула. Основное преимущество, ради которого все так за этим гонятся, это отсутствие ПЦР. Потому что в иллюминовской технологии ПЦР есть, и во всех других, про которые я вам рассказывала, тоже он есть. И он плохо влияет и на точность, и на представленность отдельных участков генома. А анализ копийности тех или иных участков генома это сейчас такая очень популярная тема, потому что выяснилось, что изменение в копийности тех или иных генов или каких-то более крупных участков генома являются основой многих наследственных заболеваний человека. Поэтому всем интересно определять их с как можно большей точностью. Также некоторые эти методы, ну, по крайней мере, некоторые из этих методов дают возможность прямого секвенирования РНК и возможность анализа модифицированных нуклеотидов. Из модификации это прежде всего метилирование. Здесь есть очень много разработок, но так вот в народ, в лаборатории пошли из них, пожалуй, что три, про которые я сейчас и расскажу. Во-первых, это хеликос. Ну, про хеликос, если говорить в двух словах, то это сингл молекюл и люмина. Тут всё практически то же самое. Тоже ячейка с ольгонуклеотидными адаптерами на ней. Они имеют другой состав. Это ольгодт-адаптеры. Тоже прикрепляют. Ну, ДНК сначала дробится, потом она аденилируется, чтобы на ней появился фрагмент комплементарного адаптера. Она закрепляется на ячейке, как и в люминовской технологии, пропускают через ячейку флуоресцент намеченные и тоже терминированные нуклеотиды. Единственное, какой нюанс здесь, что все нуклеотиды в данном случае имеют одинаковую флуоресцентную метку, поэтому каждый цикл проходит в 4 приёма. Сначала пропускают один нуклеотид, скажем, С, он присоединяется, проводится съёмка, потом отщепляется флуорофор, потом пропускается следующий тип нуклеотидов и так далее. Всё это достаточно долго, 8 дней время работы такого прибора и длина прочтения достаточно скромная, до 50 нуклеотидов. Получается, съёмочный аппарат более тысячи точек. Да, да. Вот. Но точность, хотя она достаточно велика, но не настолько, чтобы полностью избавить от ошибок. Ошибок достаточно много. Опять-таки по оптимистичным прикидкам 3,5%, по пессимистичным 10,15%. Поэтому эту технологию, если используют, то для тех областей, для которых не очень важно точное знание последовательности. То есть это ни в коем случае не детекция мутации. Это, как правило, основные области применения. Это оценка копийности участков генома и высокоточный анализ экспрессии. Потому что чем плохо ПЦР для анализа экспрессии? Если у вас есть задача сравнить соотношение уровня экспрессии двух генов в изучаемом образце, но вы выделяете РНК, делаете КДНК, дальше цепляете к ней адаптеры, амплифицируете и секвенируете, скажем, на иллюмине. Дальше сталкиваетесь вот с чем, что у разных генов разный ГЦ-состав, и поэтому они будут в разной степени хорошо амплифицироваться. Те, у которых больше ГЦ-состав, будут амплифицироваться хуже. И те результаты, которые вы увидите после секвенирования, скажем, на иллюмине, будут не совсем точно представлять то, что у вас было в исходном образце. Вот данные технологии от этого артефакта избавляют. Следующая из сингломолекул представлена компанией Pacific Bioscience. Называется SMRT, расшифровывается как Single Molecule in Real-Time сквенирование мономолекулярное в реальном времени. Здесь носитель устроен таким образом. Это пластина, в которой множество-множество лунок, очень маленькие лунки, 100-нанометровые, на дне которых прикреплена молекула ДНК полимераза. Фрагменты ДНК, изучаемые, загружаются в эти лунки. И туда же наливаются флуоресцент, намеченные нуклеотид-трифосфаты. И дальше на ячейку снизу светят лазером. Но поскольку длина волны сильно больше, чем по сравнению с размером лунки, то дальнейшего распространения света не происходит. И не происходит засветки всех свободно плавающих нуклеотид-трифосфатов. Освещаются только те нуклеотид-трифосфаты, которые в данный момент находятся в активном центре фермента. Они там какое-то время находятся. Происходит это присоединение немгновенно. И поэтому, если вы наблюдаете интенсивность света, то в те моменты, когда нуклеотид-трифосфат находится связанным с ДНК полимеразой, происходит резкое возрастание интенсивности света в одном из четырех каналов в зависимости от того, какой это был нуклеотид. И вот оно какое-то время держится. Потом нуклеотид присоединяется, флуорофор убирается, и интенсивность снова падает до фонового уровня, до тех пор, пока не присоединится следующий нуклеотид. И так может продолжаться достаточно большое количество циклов. Эта технология прекрасна тем, что она позволяет очень длинное прочтение. Если в всех предыдущих речь шла про десятки нуклеотидов, в лучшем случае сотни, первые сотни до 300-400, то здесь это могут быть десятки тысяч. Поэтому такие замечательные свойства определяют область применения этой технологии. Это, во-первых, ДНОВа сборка, то есть характеристика неизвестных геномов, правда из-за невысокой точности обычно стараются использовать эту технологию в сочетании с более высокоточным и той же иллюмина для коррекции ошибок. Во-вторых, это всё, что связано с транскриптомикой, с характеристикой новых изоформ, каких-то альтернативных сплайс-форм, а также поиск модифицированных оснований, метилированных прежде всего, позволяет эта технология проводить, за счёт чего? Что если в изучаемой ДНК, скажем, здесь встретился метилированный цитозин, то динамика взаимодействия ДНК-полимеразы, прежде всего время, которое нуклеотид будет находиться в активном центре, оно немножко другое. Здесь будет, скажем, не столько, а в два раза больше. И по этому времени прибор может определить, что значит в этой позиции был модифицированный нуклеотид. Ну, а недостатки это прежде всего невысокая точность до 10% ошибок, и невысокая производительность, и очень высокая цена. А ещё прибор такой весит 1000 кг, как я тут недавно узнала. Точность низкая, потому что всё-таки до какой-то степени эти сигналы перекрываются. Потому что если в илюминии или в предыдущих технологиях у вас идёт сигнал от 1000 молекул, то здесь от одной просто невозможно определиться с такой точностью. Вот, следующее секвенирование с помощью нанопор сильно отличается от всех других. Здесь не происходит, в отличие от предыдущих технологий, не происходит никакой достройки цепи ДНК. Принцип такой. Есть мембрана, и в этой мембране есть поры, состоящие из белкового комплекса, из двух частей. Одна часть — это, собственно, белок, который формирует тело этой поры, и вторая — это хеликаза, которая обеспечивает расплетание ДНК. Когда ДНК попадает в такой комплекс, то она протягивается через эту пору, и по обе стороны мембраны стоят электроды, и мембрана эта погружена в определённый солевой буфер, поэтому происходит постоянный поток ионов. И когда ДНК протягивается через мембрану, она, грубо говоря, затыкает эту пору, изменяя интенсивность потока ионов. Но затыкает она её не полностью, а до какой-то степени. Причём то, насколько это происходит, зависит от того, какой в данный момент нуклеотид там находится. там, скажем, гуанин сильнее мешает, аденин менее сильно. И вот по изменению интенсивности потока ионов можно судить о том, какой нуклеотид в данный момент находится в поре, и составить представление о последовательности, собственно, целой последовательности. Тоже с очень невысокой частотой, потому что, как вы можете видеть, для разных типов нуклеотидов, конечно, есть отличия, но они не настолько велики, чтобы можно было в каждом случае надёжно детектировать. Значит, это из недостатков. Ещё из недостатков, что невелика производительность, она ограничена просто размером мембраны, числом таких пор. К настоящему времени секвенатор выглядит вот так вот, размером с USB флешку. Очень дешёвый, но зато одноразовый. Есть более высокопроизводительные версии этого прибора, которые представляют собой просто комплекс из нескольких, большого количества таких флешек, но пока, конечно, это десятки тысяч, ну, в лучшем случае сотни тысяч прочтений, конечно, ни о каких миллионах и миллиардах речи не идёт. И всё-таки очень высокая частота ошибок. Но зато практически нет ограничений на длину прочтения. То есть, скажем, для одних из первых тестов таких приборов в них загружали целиком ДНК фаголямбда. Это, если я правильно помню, около 40 килобас, и можно было с помощью этой технологии прочитать от начала до конца целую молекулу, что, конечно, открывает большие перспективы для ДНО-сборки, по крайней мере, когда улучшится точность. Это, что касается того, как это делается, теперь может быть то, с чего следовало начать, собственно, зачем. Хотя, наверное, у тех, кто сюда пришёл, есть какие-то уже свои представления о том, зачем используется секвенирование. Я кратко остановлюсь на этом. Может быть, узнаете что-то новое. Прежде всего, собственно, секвенирование ДНО-во. Если раньше получение последовательности генома какого-то нового вида было там большим событием, делом каких-то крупных коллабораций, там это статьи с сотнями авторов всегда были, то сейчас, в принципе, уже секвенирование генома это отправная точка для большинства молекуларно-биологических, генетических исследований. Также очень широко используется в эволюционной биологии для изучения взаимосвязей организмов, эволюционных взаимосвязей. В общем, для очень многих задач, в принципе, для изучения любых свойств, которые наследуются, последовательность генома будет полезна. Во-вторых, это ресеквенирование. Прежде всего, 95% задач по ресеквенированию связано с биомедициной. Это поиск генов мутаций, в которых отвечают за те или иные болезни. Делается это, грубо говоря, так берется группа здоровых людей, группа больных людей, секвенируются геномы той и другой группы, дальше они выравниваются на референсную последовательность и ищутся участки, которые у всех здоровых имеют одно состояние признаков, что один нуклеотид, у других другое состояние признака. Но это в общих чертах. На самом деле все гораздо сложнее. Об этом на второй или на третьей лекции пойдет речь. Часто такое бывает, что вам, опять-таки, для поиска мутаций, которые приводят к развитию болезни, часто такое бывает, что вам не надо искать ген по всему геному, а у вас есть уже какой-то ограниченный круг кандидатных генов, скажем, есть набор из 100 генов, про которые вы знаете, что мутация в любом из них приведет с какой-то вероятностью к развитию болезни. И вам тогда не надо для того, чтобы получить последовательность этих 100 генов, не надо секвенировать целый геном. Есть способы, как вытащить из вот этой вот совокупности геномной ДНК именно эти 100 генов, секвенировать уже только их. Это то, что называется направленное или таргетное ресиквенирование. Это можно делать просто с помощью ПЦР мультиплексный. Ну, ПЦР, скажем, на сотню генов, наверное, еще можно сделать, но на большее количество нет. И для этого есть специальные методы, о которых расскажу тоже немножко позже. НЖС позволяет делать высокоточный анализ транскриптомов. Значит, если у вас есть совокупность, если у вас есть, скажем, задача сравнить изменения экспрессии генов, которые происходят под действием тех или иных экспериментальных условий, там, я не знаю, растения в нормальных условиях или в каких-то стрессовых условиях, или, опять-таки, у здоровых и у больных людей, то такая задача тоже может быть решена с помощью НЖС. Выделяется тотальная РНК из контрольной группы, из экспериментальной группы, переводится в КДНК, дальше КДНК обычным образом секвенируется и картируется на референсный геном, и дальше вы, опять-таки, если очень упрощать, подсчитываете число прочтений, которое приходится на каждый ген. в контрольной группе и в экспериментальной группе и смотрите, есть ли значимые различия между этим числом прочтений или нет. Также позволяет изучать взаимодействие ДНК с белками и ДНК с ДНК. Можно провести, если у вас есть тотальный ДНК, хроматин, и он ассоциирован с какими-то белками, можно связать эти белки с ДНК и дальше за антитела, специфичные к какому-то интересующему вас белку, вытащить только те участки ДНК, которые с этим белком связаны, и секвенировать уже только их. Это позволит вам найти сайты связывания этого белка в геноме. И ещё одно интересное приложение это метагеномика, это анализ разнообразия микробных сообществ. При этом в качестве сообщества может выступать всё, что угодно. Метагеномики вообще, ну про неё любят писать журналисты, там много всяких смешных работ, типа мы выделили ДНК из банкнот, которые там выделили ДНК, посмотрели, отсеквенировали ген 16С-ребосомный РНК и посмотрели, какие-то самые, какие бактерии на них живут, или там смыв из дверных ручек и не всякое прочее. Такая есть интересная тема. Также широко используется для изучения разнообразия почвенных сообществ, микробных сообществ, ассоциированных с растениями. Первое, дальше о каждом из приложений немножко подробнее. Как вообще можно секвенировать геномы эукариотические? Геномы эукариот очень большие, от 3 миллионов оснований, это примерно размер бактериального генома, до 150 миллиардов. Ну вот этот симпатичный цветочек здесь изображен не просто так, а потому что у него самый большой вообще из всех известных к настоящему времени геномов. 150 миллиардов нуклеотидов. И собирать их трудно, прежде всего из-за того, что в них очень много повторов. Вот все эти 150 миллиардов нуклеотидов это, естественно, никакие не гены. Гены составляют в лучшем случае это 1%, может быть, 2% от общей длины. Остальное все это какие-то некодирующие элементы, из которых очень существенная часть повторяющейся. И понятно, что если вы пытаетесь эти короткие чтения сложить, и вам встречается повтор, то дальше программа-сборщик не знает, как продолжить сборку. У нее есть слишком много вариантов, как соединить, и она просто на этом месте останавливается. У вас получаются очень-очень короткие фрагменты. То же самое происходит в случае, когда высокая гетерозиготность, то есть большие различия между последовательностью участков на гомологичных хромосомах. Тоже у программы есть 2 варианта, она не знает, какой из них предпочесть. Часто бывает какой-то сильно смещенный ГЦ-состав, сильно АТ-богатый или сильно ГЦ-богатый, что тоже ухудшает эффективность сиклинирования. Если вам надо решить задачи, связанные с сиклинированием генома иукариот, то есть некие минимальные требования. Во-первых, покрытие не меньше 50. Но что касается длины прочтения, то тут простое правило, чем длиннее, тем лучше. Обязательно делать парные чтения. И очень желательно делать библиотеки с длинной вставкой про то, что это такое. Я сейчас расскажу чуть-чуть подробнее. Точность здесь, естественно, тоже желательно как можно более высокая точность, но в принципе это не критично. Поэтому можно использовать такие не очень точные платформы, как 454 и он торрент, по крайней мере для небольших геномов очень хорошо подходят. Ну и иллюмина, в принципе, для всего. Как? Да, ну вот необходимость собрать геномы из коротких прочтений, она напоминает такую картину, что у вас есть лист бумаги с написанным новым текстом, потом вы его пропустили через шреддер, перемешали, и дальше перед вами стоит трудновыполнимая задача, как восстановить исходный текст. Эту задачу можно оптимизировать тремя способами. Последний из них связан с усилиями биоинформатиков, и об этом будут рассказывать в дальнейших лекциях. Там есть разные хитрости в сборке, постоянно управляются новые алгоритмы, но не всё можно решить биоинформатически. И тут в плане улучшения есть что делать и биологам тоже. Во-первых, надо обеспечить, чтобы образец был как можно более свободен от загрязнения, от контоминации. Во-вторых, при возможности, если изучаемый организм существует в гаплоидной, в диплоидной фазе, как, например, бывает у многих грибов или, скажем, мхи, они вообще больше, у них основная жизненная форма гаплоидная, значит, при возможности использовать гаплоиды, если такой возможности нет, то для диплоидных надо стараться свести к минимуму гетерозиготность, потому что чем выше уровень различий между гаплотипами, тем хуже будет ваша сборка. Значит, это либо какие-то в результате, если для растений самоопыление, энбредные линии, либо дегаплоиды, и желательно для всех стадий секвенирования использовать одну особь. Не всегда это возможно. Например, геном человека собирали из пяти разных человек, но там, где это можно, стоит это делать. Значит, есть несколько экспериментальных подходов, которые позволяют улучшить сборку больших геномов. Во-первых, в библиотеке с длинной вставкой Made Pairs. Значит, как они делаются? Напрямую, к сожалению, большинство технологий не позволяют просто взять и прочесть длинный фрагмент ДНК длиной в 10 килобаз. Кроме ПакБио, Pacific Bioscience, но она это делает не точно и слишком с малой производительностью. Поэтому придумали вот такой хитрый обходной путь. Берётся ДНК, дробится на длинные фрагменты от тысячи до, скажем, 20 тысяч. К ней прикрепляются к концам специальные адаптеры, которые содержат биотин, меченный биотином. Затем замыкаются в кольцо, легируются. Затем это кольцо дробится, тоже там ультразвуком или ещё каким-то способом дробится, и с помощью магнитных частиц, покрытых стриптовидином, вытягиваются... А стриптовидин, биотин? Нет? Знаете? Значит, с помощью магнитных частиц со стриптовидином вытягиваются те участки, которые содержат эти биотиннилированные адаптеры, и которые таким образом соответствуют стыку кольца или исходным концам фрагментов. А потом из них делаются обычные библиотеки, к ним лигируются адаптеры, секвенируются. И то, что мы получаем на выходе, это концы вот этого вот исходного фрагмента, причём они ориентированы, поскольку там происходило замыкание кольца, они ориентированы не навстречу друг другу, как при обычном секвенировании, а вот так вот, расходящиеся в разные стороны. И, имея такие данные, мы, конечно, не можем восстановить последовательность, которая была вот здесь, но мы можем, если мы имеем два фрагмента каких-то геномной сборки, то мы сможем их расположить один относительно другого. Если у нас один конец вот такой длинной библиотеки будет картироваться на один, другой на другой, то мы сможем сказать, что вот они в геноме находятся рядом на расстоянии, скажем, 20 тысяч нуклеотидов. И это полезно для объединения геномных фрагментов в такие более длинные последовательности, которые называются схафоды. Ещё один интересный подход — это синтетические длинные прочтения. Делается он несколько трудоёмко, но тоже достижимо. Принцип такой. Сначала тоже, как и в предыдущем методе, ДНК разбивается на длинные-длинные фрагменты, а дальше её многократно разводят в много-много тысяч раз, таким образом, чтобы и раскапывают по плашке, по нескольким плашкам, скажем, по 96, раскапывают, и у вас в каждой лунке получается разведение подбирают таким образом, чтобы в каждой лунке получалось очень маленькое количество молекул исходной ДНК, скажем, несколько тысяч. И потом из каждой такой, каждой вот такой субфракции генома делают библиотеку отдельную. Каждая библиотека помечена своим штрих-кодом, потом они все совместно сиквенируются, но поскольку и дальше по штрих-кодам разбираются, и отдельно собирается каждый из них, восстанавливается последовательность. Почему это вообще работает? Потому что плохая сборка, как я уже сказала, происходит из-за двух вещей. Это, во-первых, гетерозиготность, немножко разный состав генома в гомологичных хромосомах. Во-вторых, это повторы. А если мы, когда мы сиквенируем тотальную геномную ДНК, то оба этих фактора, ну, перед нами встают в полный рост, и нам сильно мешают. Если мы выбираем маленькую-маленькую субфракцию, то очень при достаточно высоком разведении очень мала вероятность того, что в каждую отдельную пробирку попадут два гомологичных фрагмента или попадут два фрагмента, представляющие собой точные повторы. И поэтому эффективность сборки каждой такой маленькой субфракции генома будет сильно выше. Они будут собираться в протяжённые фрагменты, соответствующие длине нашей исходной библиотеки. Это применяется для сборки геномов с большим количеством повторов и очень широко используется для фазирования гаплотипов в человеческом геноме. Что такое вообще фазирование гаплотипов? Зачем оно нужно? Вы, скажем, вам нужно проанализировать мутации у какого-то человека. Вы видите, получаете полногеномный секвенс и видите, что в данном гене есть мутация, причём в двух разных участках. И вам надо понять, они находятся на одной хромосоме или и тогда вторая копия нормальная, и тогда, значит, человек по данной мутации гетерозигота. Это тоже не очень хорошо, но во всяком случае это не так плохо, как если одна мутация находится на одной хромосоме, другая на другой, и тогда таким образом человек гомозигота. Если это какие-то вредные мутации, то прогнозы гораздо более печальные. С помощью обычного секвенирования с короткими чтениями вы этого не поймёте. Ну, то есть поймёте, но в пределах длинной библиотеки, то есть нескольких сотен нуклеотидов. А если вы сможете отдельно собрать каждый из гаплотипов, то тогда у вас появится информация о сцепленности мутации. Значит, здесь вот немножко более подробно про полногеномное ресиквенирование. Ну, я про это уже говорила, общую диалогию группы организмов с одним признаком, с другим признаком, выделение ДНК, полногеномное секвенирование и поиск участков, которые у одной группы имеют один состав и другой состав. Для этого, как правило, используются и люмина, и солид, ну и для каких-то небольших задач и он, торрент, и протон. Также с помощью NGS можно проводить анализ метилирования. Значит, как это делается? Изучаемая ДНК обрабатывается бисульфитом, и при этом обычный цитозин, не модифицированный, дезаминируется и превращается в урацил. А если у вас цитозин метилирован, то с ним ничего такого не происходит. И дальше вы можете секвенировать обработанный образец, необработанный образец и дальше выровнять их последовательность на референсный геном и сравнить. Увидите, что в обработанном образце, скажем, данный нуклеотид изменился с цитозином на тимин, но урацил при секвенировании будет выглядеть как тимин. Значит, увидите, что в такой-то позиции нуклеотид изменился на тимин, цитозин изменился на тимин, а в такой-то позиции не изменился, значит, тогда вы можете сказать, что тот, который не изменился, он был метилирован, тот, который изменился, метилирован не был. Но зачем нужно изучать метилирование, я думаю, все понимают, потому что паттерн метилирования играет важную роль при регуляции экспрессии генов. Следующая вещь, которую можно делать с NGS, это направленное ресеквенирование. Это, как я уже сказала, определение последовательности каких-то отдельных генов. Или это может быть, например, такая широко используемая вещь, как экзомное секвенирование. Экзом, то есть фрагменты экзонов, кодирующих участков, составляют очень небольшую часть всего генома, 1,5%. А при этом, если говорить о каких-то медицински значимых мутациях, то 95% из них локализуются именно в экзонах. Соответственно, если надо выявить предрасположенность к каким-то заболеваниям, то если геном секвенировать слишком дорого, то имеет смысл начать с экзомного секвенирования. Делается оно таким образом. Сейчас делается сначала библиотека тотальной геномной ДНК. Обычным способом дробиться, прикрепляются адаптеры. Потом она гибридизуется с специальными зондами, которые тоже биотинилированы, и которые комплементарны тем участкам, которые нам надо отобрать. В данном случае это участки экзонов. Они гибридизуются. Дальше с использованием магнитных частиц с трептовидином проводим связывание. Те участки, которые комплементарны зондам, связываются, и их оставляем. Те, которые не связываются, их просто выкидываем, а эти отбираем и потом секвенируем. Естественно, интересующие участки можно просто амплифицировать с помощью ПЦР, если их какое-то не слишком большое количество. Естественно, любые из методов целевого отбора, эффективность их далека от 100%, это обычно где-то 80-90%. И тоже они очень завязаны на ГЦ-состав. Сильно ГЦ-богатые участки могут быть плохо представлены в таких данных. Для этого типа задач тоже хорошо подходит иллюмина, солид, ну и в какой-то степени ионторрент, ионпротон. И в зависимости от задачи, если ошибки в гомополимерных участках не важны, то тогда и 4-5-4. Как я уже говорила, NGS хорошо позволяет решать задачи, связанные с транскриптомикой. Тут есть два. Эти задачи можно разделить на два блока. Первый — это, во-первых, секвенирование транскриптомов Денова. Понятно, что если у вас есть там какой-то интересующий вас вид, и у него, скажем, очень большой геном, то секвенировать его будет сложно, долго, потом сложно обрабатывать данные. Если вам нужны последовательности его генов, то первое, с чего стоит начать, это охарактеризовать транскриптом. Как это делается? Выделяется тотальная РНК, потом, я думаю, ни для кого не секрет, что около 95% тотальной РНК составляет рибосомная РНК. Надо от нее как-то избавиться. В случае укариот есть простой и хороший способ. Большинство МРНК и укариот полиаденилировано, как, наверное, многие знают. А, кстати, кто-нибудь знает, какие не полиаденилированы? Нет, из кодирующих, да. Гистоны, кстати, только у животных. Ну, значит, в случае, если вы работаете с эукариотами, и вас не интересует ни кодирующая РНК, не интересуют гистоны, то вы можете просто сделать полиа-селекцию, отобрать полиаденилированную РНК с помощью магнитных частиц, ассоциированных с олигодетенуклеотидами. А если ваш объект прокариот, или если вас интересуют гистоны, или какие-то некодирующие РНК, то тогда можно, наоборот, убрать рибосомную РНК. Это делается похоже на ту процедуру, которую я показывала для отбора экзонов. Берутся зонды комплементарной рибосомной РНК. Она достаточно консервативна, поэтому такие зонды работают для широкого круга объектов. Там подходят для человека, для мыши, для дрозофила одни и те же. Гибридизуете с ними РНК. Всё, что сгибридизовалось, выкидываете, со всем остальным работаете. Дальше эта РНК фрагментируется, проводится обратная транскрипция, потом синтезируется вторая цепь КДНК, и дальше уже это полностью аналогично с секвенированием обычных геномных библиотек. Что вообще можно делать с такой информацией? Это, во-первых, сборка Денова, во-вторых, поиск альтернативных сплайс-форм, поиск изоформ. Также использование транскриптовой информации сильно улучшает аннотацию генома, то есть разметку на кодирующие и не кодирующие участки. Для такого круга задач желательно желательно как можно более большая длина чтения, желательно парное чтение. Что касается использования повторностей, которые абсолютно необходимы при любом анализе, при любом анализе, связанном с количественной оценкой, но в данном случае, поскольку количественные оценки мы не предполагаем, то они не важны. И можно проводить такую вещь, как нормализация. Это выравнивание концентрации всех РНК, потому что понятно, что у вас есть гены, которые экспрессируются на высоком уровне, какие-то хаускиппинги, которых очень много, и наоборот, какие-то редкие транскрипционные факторы, которых мало, можно с помощью специальных экспериментальных процедур выровнять их концентрацию и таким образом не тратить ресурсы секвенирования на высокоэкспрессируемые гены. Такие задачи можно решать, в принципе, на любой из имеющихся платформ NGS. Дальше большой блок задач, связанных с анализом дифференциальной экспрессии. Это действительно огромная тема. У вас, насколько я понимаю, будет три лекции по компьютерному анализу дифференциальной экспрессии. Ну и в экспериментальном плане тут тоже много сложностей. Прежде всего, надо, чтобы сравниваемые образцы были сопоставимы. То есть понятно, что если вам надо выяснить влияние какого-то экспериментального условия на уровне экспрессии генов, то контрольная и экспериментальная группа должны отличаться только по одному этому параметру. Это казалось бы очевидно, но опыт показывает, что это не всегда легко соблюсти и не всегда соблюдается. Для того, чтобы снизить влияние каких-то случайных факторов на детектируемом уровне экспрессии используются повторности. Обязательно повторности. Понятно, что минимум 2, лучше 3. Значит, есть данные, что вплоть до 5 оптимально. 2-3 нормально. Точность тут не критична, поскольку не идет речь о детекции мутации, а только о кортировании на референсный геном, то тут можно использовать методы, которые не дают высокой точности. В связи с тем, что повторности используется, нужен большой объем данных. Также большой объем данных нужен для того, чтобы хорошо представить низкоэкспрессируемые гены, потому что, опять-таки, когда вы кортируете чтение, вы можете увидеть, что на какой-то один ген приходится 32 тысячи чтения, а на другой ген из того же образца 10. Поэтому нужен большой объем данных. И вот для этого хорошо подходят и люмины в первую очередь, также солиды для каких-то небольших задач. Метагеномика. Есть такое интересное приложение. Существует в двух вариантах. Первый — это полногеномные. Это когда вы выделяете ДНК образца, из нее все делаете библиотеку, закидываете в секвенатор, дальше делаете ДНО в сборку и пытаетесь как-то разобрать. При этом субстратом может служить действительно все, что угодно. Это какие-то, скажем, образцы почв, это могут быть субстраты, собранные из тела человека. Например, выяснилось, что если сделать смыв микробов с правой руки и с левой руки, то там будет немножко разный состав. Все это мы бы не узнали, если бы не метагеномика. Но в таком варианте достаточно сложно. Надо очень много секвенировать, потому что неравномерно представлены разные виды, каких-то больше, каких-то меньше. И довольно трудно предсказать, какое покрытие будет оптимально. Поэтому для таких массовых экспериментов обычно делают это в варианте с ампликонами 16С. Ген 16С рибосомная РНК, он отличается тем, что присутствует у... 16С это у прокариот, 18С, соответственно, ортолог у эукариот, присутствует у всех без исключения организмов, по крайней мере тех, которые имеют клеточное строение, не вирусы, и может быть амплифицирован с помощью универсальных праймеров. Существуют достаточно большие базы данных, сравнивая последовательности из вашего образца, с которыми вы можете примерно сказать, какие виды микроорганизмов присутствовали в вашем образце. Это требует совсем небольшого объема данных и может быть секвенирован на одном запуске прибора и потом анализироваться на обычном лаптопе. Но тут есть определенные опасности, артефакты, связанные с тем, что ДНК полимераза может... При амплификации ДНК полимераза может сменить матрицу, и у вас получится химерная последовательность, у которой половина от одного вида, половина от другого вида, что потом может привести к ошибкам интерпретации. С этим, в общем-то, экспериментальных методов справиться с этим нету, кроме, пожалуй, что тоже использования повторности, потому что вероятность того, что произойдет одна и та же смена матрицы в двух независимых ПЦРах, она стремится к нулю. Поэтому вот повторности, ну и на уровне компьютерной обработки последовательности тоже можно с этим бороться. Здесь в заключении такая вот таблица, которая показывает, какие технологии оптимальны для каких задач. Ну, тут иллюмины оптимальны для всех, не сочтите это за рекламу, все меняется очень быстро, я думаю, может быть, года через три будет совершенно другой расклад, но на настоящий момент это вот так. И здесь, поскольку я предполагаю, что вас привел сюда интерес прежде всего к компьютерной обработке данных, здесь вот я хочу сделать такое напоминание, что стоит учитывать, если вы получаете данные, которые, скажем там, как сейчас часто бывает, образцы отдают на секвенирование куда-то в Китае, где это делают быстрее и дешевле, потом вы получаете данные, вы про них ничего не знаете, вот что про них надо знать. Вот, и тогда жизнь ваша будет, может быть, такая же веселая и прекрасная, как на этом слайде. Всем спасибо за внимание. Спасибо.